Рецептов шашлыков Рецептов очень много, вы и сами знаете Но рецепт шашлыка СССР никогда не приедается и я думаю, что не приестся Как он делался и как мы будем делать Все настолько просто, нам потребуется мясо Но в данном случае мясо с жирком я не нашел Но когда мы будем резать, на каждом кусочке должен оставаться кусочек жира Точнее кусочек сала Так как в магазине салом нету, то я взял грудинку То есть примерно что-то похоже на то, из которого мы делали Самое главное это уксус Лук Кстати, лук можно брать круглый Но все-таки продолговатый будет намного Можно больше нарезать долек И естественно черный перец и лавровый лист Ну и разумеется соль Мясо я помыл, теперь нарезаю кусочками Буду нарезать продолговатыми Например, да Кто-то говорит, что вдоль нельзя, а нужно поперек Но в общем-то как получится Это слишком нормальный, в принципе, кусок Широковат Здесь, конечно, жирка, как я говорил, нету Ну, уж какой есть Где-то большие куски, где-то помельче Они более-менее подолговаты Все, почти нарезали Вот последний кусочек остался Но это, по-моему, слишком здоровый, конечно Ну, еще с половиной Особо большие куски не нужны Хотя, как говорится, на любителя Перекидываю мясо в кастрюлю Не торопясь Шкурку, естественно, отделяем Сало тут скудновато Но все-таки оно чуть-чуть есть С костями мы не жарили Поэтому кости отрезаем Вырезаем Еще раз повторюсь Что мы покупали мясо уже с жиром Сейчас какое было Ну, в общем-то, смысл понятен будет То есть на каждом куске был жир Ну, скажем, оставалось примерно вот столько жира В дальнейшем будем насаживать кусочек мяса Кусочек сала И пошло Сало, мясо Тем самым мы компенсируем сало То есть будет кусочек сала Кусочек мяса Кусочек мяса Потом лук пойдет И опять сало, мясо, лук Нарезаю остатки сала Сала немного у нас, но, в принципе, должно хватить Хотя такое сало, что тут и мясо, и сало Дальше будем резать лук Лук сначала очищаю от шкурки, мою и начинаю нарезать В данном случае сначала от чешуи Мы как рыболовном от чешуи очищаю И мою Луксус своего огорода Он более ядреный, нежели покупной Моем Особо тут изгаляться не надо Все, готово О чем я говорил Вот круглый А вот продолговатый Соответственно, здесь колец будет больше Наливаю сюда столовую ложку уксуса Мясо у нас 2 килограмма Уксус 70% Столовая ложка соли И примерно до краев, сколько здесь Ну, наверное, около литра 800 грамм Наливаем воду и размешиваем Вот примерно так Все, размешиваем И выливаем в кастрюлю Киенте дело Вот соль не до конца размешалась Она тут до конца Но в итоге мы размешиваем И вот так посыпаем Она потом сама растворится Чтоб воздух нигде не застревал Перемешиваем Высыпаем черный перец Молотый Примерно половина чайной ложки И открываем лавровый лист Смотрим, какие у нас вот литочки Потому что бывают маленькие, большие Ну, в данном случае тут и такие, и такие Я думаю, что хватит где-то в районе Пяти Шести штук Всю смесь ингредиентов Перемешиваю с мясом Вот она такая смесь И вижу, что один листочек тут лишний Ну, явно лишний Слишком большой Вот так вот Все, перемешал Переливаю И перекладываю в другую емкость Ну, аккуратненько, чтобы Брызги не испачкали всю кухню Вот так вот Теперь Укладываю лук Прямо вот так вот, целиком На дно Вот, допустим, это будет один слой Потом слой мяса И слой Следующего лука Так вот Перекладываем Это дело Слой мяса положил Следующий лук идет И как раз тут осталась Еще одна порция лука Все укладываю это дело Все так красиво у нас получается Красивейшно Вот Забыл я ловушки туда положить Ну, ладно, ничего страшного Так, отлично Теперь самый верхний слой Лук Остатки Попки От лука Все И заливаю вот этим вот рассолом Чтобы рассол покрыл Полностью мясо И гнет, в общем-то, и не нужен Но я весь вливаю Все Делаю я вечером А готовить и кушать Будем Часов в 10 Это примерно Часов в 12 14 Можно и дольше Но мы не можем ждать А будем готовить уже Утром И вот 15 Вот так Сидишь Вот так Прошло 20 часов Мясо мариновалось Не в холодильнике А стояло просто на столе Оно готово Сливаем рассол Бутылочку В случае огня Будем его гасить Этим рассолом Кусок сала Потом лук Лук разъединяем Опять кусок мяса Сало Жесткое оно будет Ничего страшного И вот в таком порядке Важный момент Самые первые минуты Быстро обжарить мясо Чтобы сок в нем сохранился А потом сколько угодно Столько и жарьте На слабом огне На любом Но первые минуты Они очень важны Также важно Уксуса не переборщить Он должен Мясо должно Чуть-чуть отдавать Кислинкой Но Не термоядерно Мы немножечко прервались Еще пожгли дров Чтобы углей было побольше Потому что те потухли Очень важный момент Вот мы положили шлыки На хороших углях И вот Очень быстро прожаривается Нужно, соответственно, крутить Для того Чтобы Ну, здесь не пережарилось И сок В обжаренном куске Сохраняется В итоге Мясо будет Сочно Вот, крутим через там Полминуты Через минуту Но буквально быстро Чтобы полностью Кусок обжарился Это очень важно Кстати Вот этот мангал Устроен так Что 10 сантиметров Вот, кстати Вот здесь можно посмотреть Что угли Не до конца Здесь лежит пластина А под ней Кирпичи красные И они сохраняют тепло Это как бы фишка Откручу регулярно Прошло полчаса Шашлык почти готов В общем-то Минут через пять Можно подавать на стол Вот Хочу обратить внимание Как поджаривается Вот Но это еще Скажем так Мало Потому что Угли слабовато Все равно Должно лучше прожариться Ну, примерно Как Вот примерно Как вот этот вот кусок То есть Вот такого формата И потом уже можно На медленный огонь И как бы доводить Внутри мясо Будет очень сочным И, естественно Гостям понравится Благодаря тому Что кусок Вот так вот Обжаривается Внутри Сок сохраняется И, соответственно Из этого куска Не падает Жир Вниз И ничего не горит Поэтому ни разу Мы Вот этим вот Рассолом Не воспользовались Ни разу Огня не было В этом плюс На этом, друзья Я с вами Прощаюсь Закольцовываю Будут какие-то вопросы Я постараюсь Вам ответить Всего доброго Приятный отдых Общение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова